Моё выступление включает несколько слайдов и комментариев, но в основном сегодня будет выступать Брайан, который расскажет нам о том, как они создавали культуру компании Airbnb. Итак, вы ранее тут просмотрели несколько презентаций и узнали, как создать стартап. Вы собрали команду, начали создавать свой продукт, получили хороший старт, он развивается и компания растет. И люди любят ваш проект, и вы знаете, как их заинтересовать. И вы также понимаете, как создать неповторимую компанию. Также у вас практически нет конкурентов, что уже немаловажный факт. Да и сам рынок, на который вы желаете выйти, больше, чем рынок бумажных самолетиков. Итак, у вас всё хорошо. Что же дальше? Мы находимся здесь, чтобы показать, что культура компании на самом деле также очень важная составляющая развития бизнеса, так же именно, как и команда. И я надеюсь, что после этой нашей беседы вы узнаете следующее. Что же такое культура компании? Почему она так важна? Как сформировать основные ценности? Также мы определим компоненты, сочетание которых формируют основные ценности, и культуру эффективной команды. Ну и рассмотрим некоторые самые лучшие практики в этой сфере. Что же такое культура? Желает ли кто-нибудь дать определение культуре? Что вы сказали? Да, простые ценности в команде. Неплохая попытка. И дали ли вы это определение из-за того, что у вас есть под рукой компьютер с доступом к интернету? Знаете, вы можете найти несколько определений в словаре Вебстера. Но мы же-то с вами находимся в Стэнфорде. И это такой себе своеобразный каверзный вопрос. И знаете, в кабинете информатики никогда не бывает простых вопросов. И задавая этот вопрос, я имел в виду следующее. Какой должна быть корпоративная культура? Слово культура мы можем использовать в различных контекстах. Когда говорим про общество, о группах, местах и многих других вещах. Здесь мы будем говорить о корпоративной культуре. А может ли кто-нибудь дать определение корпоративной культуре? Кстати, мы можем взять предварительное толкование и немного его изменить. Вот вам подсказка, как толковать понятие корпоративная культура. Ежедневно пробел и пробел каждого члена команды, которые направлены на достижение пробел компании. И обычно люди вписывают в эти пропуски абсолютно различные вещи. В первый пропуск вписывали воображение, мысли, ценности и мой самый любимый вариант – основные ценности. Вместо второго пропуска наиболее часто используют поведение и мое любимое слово «действие». То есть то, как вы будете действовать ради достижения целей. Это слабенький аргумент, чтобы достичь большие и сложные цели, и это уже намного лучше, но самое подходящее определение – это достижение миссии компании. Итак, теперь мы знаем определение. И почему же оно такое важное? И что нам делать с ним далее? И цитируя Ганди, скажу «То, во что вы верите, становится вашими мыслями. Ваши мысли становятся вашими словами. Ваши слова становятся вашими поступками. Ваши поступки превращаются в ваши привычки. А привычки превращаются в ценности. А ценности станут вашей судьбой. Если в вашей компании нет культуры, то вы не сможете достичь вашего предназначения. Культура важна, потому что она закладывает основные принципы, которыми вы будете руководствоваться при принятии решений. Культура – это способ привить людям ценности, которые важны для компании, и обеспечить некий уровень стабильности, на который будет возможно потом опираться. Культура также устанавливает уровень доверия, и люди начинают доверять друг другу. Но в том числе она способна показать нам, что необходимо делать и что еще более важно, чего не стоит делать. И такой подход поможет вам сберечь правильных сотрудников. Есть люди, которые не впишутся в вашу компанию. Но если у вас сильная культура, сильные основные ценности, то вы сможете понять, кто же желает остаться, а кто нет. И как только вы узнаете, кто есть кто, то это даст вам толчок двигаться вперед быстрее. Не думайте, что я рассказываю вам какие-то странные вещи, поскольку это все имеет научное подтверждение. Вот здесь показаны фондовые индексы с 1997 по 2013 год. Это C&P 500, Russell 3000 и Fortune 100. Создатели индекса Fortune 100 включили в него все компании, с которыми, по их мнению, наилучшее сотрудничать. И темп роста инвестиций в компании из этого списка составляет 11,8%, что вдвое больше, чем у других индексов. Итак, можно сделать вывод, что сила компании обеспечивается за счет хорошего отношения к сотрудникам, доверия команде, то есть путем построения сильной корпоративной культуры. И как же вам сформировать ценности и построить культуру компании? Мне часто задают этот вопрос. Начинать необходимо с лидера компании и ее основателя. То есть спросите себя, какие персональные качества наиболее важны для вас? Какие из них касаются бизнеса? И с какими людьми вы бы хотели поработать? Что они ценят? Ответ на эти вопросы даст вам необходимый набор ценностей. И также подумайте, с какими людьми вы бы не хотели работать и какие ценности есть у них. И также вы делите противоположные ценности. Возможно, они также подойдут для вашей компании. Наконец-то запомните, что ваши ценности должны быть созвучны миссии компании. А если они не такие, то это значит, что вы на что-то не обратили внимания. В результате они должны быть однозначно связаны с миссией. Например, чтобы однозначно связать ценности с миссией, мы в запас были сосредоточены на создании культуры, которая бы базировалась на великолепном обслуживании клиентов. И первой ценностью было предоставление прекрасного сервиса. Культура была построена очень специфически, поскольку мы хотели оставить после себя невероятное впечатление у наших клиентов. У нас был небольшой текст, в котором объяснялось, что мы в это вкладываем. Мы хотели поддерживать людей, приятно их удивлять, помогать нашим работникам, клиентам, торговым партнерам и также инвесторам. Но в то же время, словно в противоположность сказанному, мы не хотели работать с высокомерными людьми. Поэтому одной из наших основных ценностей стала скромность. Вот вам примеры того, как мы создавали надежные базовые ценности, которые однозначно соответствуют нашей миссии. И размышляя над этим, вы можете определить свои базовые ценности. Их может быть несколько. Честность, достоверность, высокое качество обслуживания, командная работа или другое. Это может быть целый список, который может начаться из трех пунктов и разрастись до десяти, а то и до тридцати пунктов. Это хорошее начало. И когда запас проходил через это, то мы просили всех сотрудников выделить для себя несколько основных ценностей. И они написали целых тридцать семь штук. Мы уменьшили их количество до десяти. На это у нас ушло много времени, почти год. Вы можете спросить, почему это было вот так? Но если бы вы вписали в список слово «честность», думаете так просто я вам сразу и поверил? Каждый хочет, чтобы культура была честной. Никто не желает, чтобы ему врали ежедневно. Сервис. Что вы имеете в виду, когда говорите «сервис»? В этом слове намного больше скрытого смысла, чем кажется. Каждый постоянно говорит о командной работе. Но это не та командная работа, которую мы привыкли наблюдать на университетских соревнованиях или бейсболе. Как разобраться в том, что же такое командная работа? Что же не будет полезным для команды? И много из этих вещей связаны с общением и взаимопониманием, с изучением людьми чего-либо. И тут также можно углубиться в детали. И в запас всегда было много умных людей. И когда они спорили друг с другом, кто правы, а кто нет, то это было нерациональной тратой времени. Мы хотели, чтобы люди помогали и подсказывали друг другу, чтобы сделать любую идею еще лучше. Дело было в том, чтобы компания получила усовершенствованную идею, а не в том, чтобы кто-то из сотрудников доказал, что он прав. Мы хотели продвинуть идею, что на первом месте всегда стоит компания, на втором департамент, на третьем коллектив и только потом вы. Как же этого достичь? Давайте углубимся в этот вопрос. Существует еще один элемент высокоэффективных команд, что мне очень нравится. Существует еще один элемент высокоэффективных команд, который мне очень нравится. Этот элемент – пирамида, созданная Патриком Лансиони, автором книги «Пять недостатков команды». В ней автор рассказывает о причине разногласий в коллективах. Много команд распадаются через дефицит доверия. А даже если такое и есть, то зачем оно необходимо? Если доверие есть, то могут возникать обсуждения, в процессе которых рождается истина. Если же споров нет, то получается, что слепой ведет слепого. Как вы можете с уверенностью сказать, что вы приняли правильное решение, если вы его не обсуждали? На самом деле, люди не то, что они хотят брать на себя ответственность, но они просто боятся это делать. Давайте представим, что вы перешли на следующий уровень. Вы способны взяться за дело. Что же может пойти не так, как надо? Как правило, проблемы возникают, потому что люди не несут ответственности за свои действия. И в таком случае они не получают результатов. Если подумать о компании как о черном сундучке, то на выходе из которого находится либо финансовая прибыль, либо прекрасный продукт, либо какой-нибудь другой результат работы компании. А вот на входе в этот черный сундучок должна быть культура компании. И некоторые другие практики мы обсудим с вами в серии вопросов и ответов. И это, вероятнее всего, перерастет в беседу о том, что вам необходимо объединить ценности компании с ее миссией, о чем я уже упоминал. И во время работы вам необходимо будет серьезно обдумать те ценности, которые были выбраны вами с самого начала. И много компаний не делает одной вещи. Знаете, принимая на работу, они проверяют соискателя вакансии на тему технических умений и навыков, но не проверяют его на соответствие культуре компании и не оценивают, будет ли он верить идеям компании и следовать ее миссии. Я считаю, что это абсолютно неправильный подход. У вас может быть самый умный менеджер в мире, но если он не верит в миссию, то он не будет вкладывать душу и сердце в вашу работу. Наем персонала – одна из тех вещей, во время которой вам очень важно думать о вашей корпоративной культуре. Если вы сделаете этот вдумчивый подход частью своей ежедневной рутины, то далеко продвинетесь в создании базы ценностей вашей компании. Завершая свое выступление, скажу, что корпоративная культура – это обслуживание клиентов с образцовой материнской заботой. Каждый хочет обеспечить отличный клиентский сервис, и каждая компания желает создать необходимую корпоративную культуру. То, о чем они постоянно забывают – это то, чтобы сделать ее своей ежедневной привычкой. Вы не сможете стать стройным, если не будете тренироваться регулярно. Вдруг вы потеряете форму, станете толстым и скажете «О, мне необходимо придерживаться жесткой диеты, чтобы прийти в форму». Это не сработает. И это касается не только фитнеса, но и культуры. И я считаю, что мы прошлись по всем основным пунктам, и мы можем переходить к вопросам и ответам Брайана. «Я Брайан Чески. Всем привет. Как здесь тихо? Буду искренним. Вот сейчас я себя чувствую более свободно. Нет ничего хуже, когда ты находишься в тихой комнате с кучей людей, и все они смотрят на тебя. Но сейчас я уже успокоился. Что ж, я говорил около 5-10 минут. Да, где-то так. И ты можешь потратить немного больше времени. Итак, Брайан, мог бы ты рассказать о том, как ты пришел к пониманию того, что культура очень важна в построении компании, в частности, твоей компании Airbnb? Окей, но я не буду рассказывать историю становления Airbnb в целом. Я попробую рассказать все коротко. Некоторые из вас могут знать все о нас. Вот вам сокращенная версия. Airbnb не задумывалась как компания или стартап. Я ушел со своей работы и жил в Лос-Анджелесе. И как-то я перебрался в Сан-Франциско, где стал проживать со своим другом еще со школы дизайна Рот-Айленда Джо Гебиа. У меня была одна тысяча долларов на счете в банке, и за аренду жилья необходимо было платить тысячу и еще 150 долларов. В те выходные в Сан-Франциско проходил международный съезд дизайнеров. И все отели были зарезервированы. Поэтому мы решили превратить наш дом в отель по типу кровать и завтрак на время проведения конференции. У меня не было кровати, но у Джо было три надувных матраса в кладовке. Вот поэтому мы назвали наш отель The Airbed and Breakfast. Вот так и зародилась наша компания. Я вспоминал эту историю десятки тысяч раз и не думал, что мне придется ее кому-то рассказывать. Я помню, как я рос, как я пошел в колледж, мои родители были социальными работниками и никогда не думали, что я поступлю в художественную школу. Они волновались, что я не найду работы после окончания школы. Хотя я уверен, что над подобными вопросами задумываются все родители. Мама просила меня дать ей слово, что я найду работу с медицинской страховкой, а я взял и создал Airbnb. Помню, как она сказала мне, я догадывалась, что ты никогда не найдешь работы с медицинской страховкой. Причина, почему я это рассказываю, заключается в том, что Airbnb никогда не был гениальным замыслом. Это был способ оплатить аренду, благодаря чему мы могли задуматься о чем-то более значительном. Но вышло так, что мы преобразовали решение этой проблемы во что-то более значительное. Сегодня мы не будем касаться того, как мы создавали продукт. Это тема для другой беседы. Сегодня же мы поговорим о том, как вам необходимо формировать команду и прекрасную компанию. И сперва было лишь трое основателей. Джо, Нейт и я. И я считаю, что одной из причин нашего успеха было мое непревзойденное везение. Я не говорю, что мне повезло прийти к идее Airbnb. И я не думаю, что нам повезло создать успешную команду. Я уверен, что мы могли попробовать множество идей и все равно достичь успеха. Я думаю, что мне повезло, потому что я нашел двух прекрасных людей, с которыми хотел бы создать собственный бизнес и которым я бы симпатизировал. Они были просто ужасно умными. Думаю, что одна из первых задач – это создать команду из настолько талантовых людей, чтобы тебе было даже немного некомфортно находиться в их компании. Это дает уверенность в том, что вместе вы прорветесь. В 2008 году мы начали работать вместе и были словно одна семья. Знаете, вы считаете сооснователей своей семьей, а компанию – ребенком. И поведение ребенка будет зависеть от того, какие отношения установятся между родителями. Если родители способны работать, но не работают в команде, то ребенок, честно говоря, оказывается еще тем увольним. Вам же этого не нужно. Вам необходимо, чтобы культура в компании была на самом высоком уровне. Поэтому Джо, Нейт и я были настоящей семьей с самого начала. Обычно мы работали по 18 часов на день, 7 дней в неделю. Во время, когда мы были частью Y-комбинатора, мы работали вместе, и вместе ели, и даже ходили вместе в тренажерный зал. Мы были словно войска специального назначения на задании. Мы прекрасно распределили обязанности и выполняли их с большой ответственностью. Это и послужило основой компании. А потом мы задумались, в какой-то момент вы переводите продукт в последующую стадию, которая заключается в построении компании, которая в свою очередь будет создавать продукт. И большая часть разговоров начинает вертеться вокруг того, как создать продукт, как найти свою нишу на рынке. И как только дело доходит до таких разговоров, то людям необходимо создавать компанию. И не имеет значения, насколько прекрасным и оригинальным является ваш продукт. Если вы не создадите компанию, то он не выживет на рынке. Мы задумывались об этом и нам стало понятно, что у нас есть желание заниматься этим длительное время и хотим построить этот бизнес. Думайте об этом следующим образом. Если компания это ребенок, то родители не захотят бросать его. И знаете, это может обратиться в настоящую трагедию. И для меня было бы трагедией, если бы я оставил компанию. Мы такого не хотели. Мы хотели создать конкурентоспособную компанию. И чтобы сделать это, начали присматриваться к другим видам бизнеса, с которыми у нас было что-то общее. Все компании вокруг нас, которые существовали достаточно долго и также имели вполне понятную миссию, то у них было четкое понимание своих ценностей. И при создании чего-то уникального, характерного только для них, они действовали довольно похожим образом. И вот три человека, Джо Нейт и я решаем обратить внимание на эти виды бизнеса. Я положил глаз на Apple. И основной ценностью для Стива Джобса была вера в то, что чрезвычайно убежденные в чем-то люди способны изменить мир. Он сказал, наши продукты изменяются, но наши ценности никогда. Мы изучали Amazon, мы изучали Nike, мы узнавали о том, с чего они начинали. И в этом ключе можно говорить и про нации. Если у нации есть ценность, а у людей этой нации есть права, то такой народ будет существовать долго. Мы начали понимать, что нам необходима цель и нам нужно создать культуру компании. И таким образом мы познакомились с Альфредом. И мы получили финансирование от Sequoia. А Альфред просто присоединился к ним из Запаса. И я слышал, что у Запаса невероятная культура. И чтобы узнать больше о ней, мы встретились с Тони в Лас-Вегасе. Ну и что же вы узнали? Ну вы, друзья, просто сумасшедшие. Мы узнали, что корпоративная культура – это путь к успеху. И что это целое искусство, которое складывается из нескольких других искусств. Одним из них является поведение. И оно может измениться, возможно, лет так через пятьдесят. Но ритуалы и поведение изменяются и отличаются. Но есть такие вещи, которые не изменяются никогда. Это принципы и также идеи, которые остаются надолго и делают тебя тобой. И я думаю об основных ценностях, таких как целостность, честность. И я понял, что они не основные. Это качества, которым должен быть наделен каждый. Кроме них должны быть и другие. Три, пять, шесть штук, которые являются уникальными лично для тебя. Подумайте о таких вещах в вашей жизни. Чем вы отличаетесь от других людей? Какими тремя словами вы можете описать себя, чтобы другие люди поняли, что вы за человек? В запас, когда у них работало уже сотни человек, они поняли это и выделили десять основных ценностей. Это я узнал от Тони. Но мне не хотелось ждать, пока мы найдем сто человек. А я хотел реализовать этот замысел и выписать основные ценности как можно быстрее. Вот я говорил с Сэмом, и он считает, что мы единственная компания, в которой основные ценности определили раньше, чем наняли кого-то себе. Сколько времени вам понадобилось, чтобы нанять первого сотрудника? Нашим первым работником был наш первый инженер. Мы искали его приблизительно четыре-пять месяцев. Я просмотрел больше, чем тысячу людей и лично провел интервью не меньше, чем с сотней человек. Сколько времени прошло между тем, как вы описали ценности и наняли сотрудника. Один день, два или три месяца. Я думаю, мы начали работать над этим приблизительно во время YC. Это где-то в январе 2009 года. Это был прогресс, который занял около шести-семи месяцев. Мы закончили Y-комбинатор в апреле 2009 года. И я думаю, мы наняли нашего первого инженера в июле. Где-то так. Все это заняло у нас шесть месяцев. Некоторые нас спрашивают, для чего мы потратили столько времени на поиск первого инженера. Мы считаем, что первый инженер – это как ДНК компании. Если мы будем успешными, то этот человек будет прототипом следующей тысячи работников. Поэтому суть была не в ком-то, кто добавит три новые функции в наш продукт, а в ком-то, кто станет отправляющей точкой бизнеса. И первый инженер выбирался на длительную перспективу. Захочу ли я работать с тысячей людей, похожих на него? Компании необходимо разнообразие, но не взглядов, а возраста и опыта. Вам не нужно разнообразие ценностей. Убеждения должны быть одинаковыми. Это единственная вещь, которая должна быть одинаковой у всех сотрудников. И что же это были за ценности? Шесть основных. Я расскажу о трех из них. Первая основная ценность – это бороться за идею. И это значит, что мы нанимаем людей, которые пришли ради идеи. Нам не нужны люди, которые считают нашу компанию престижной, им нравится наш офис, или им необходима работа, или потому что компания является популярной. Нам необходимы люди, которые приходят ради одного, что никогда не изменится. Это наша миссия. Расскажу вам короткую историю о нашей миссии. Много людей описывает Airbnb, как способ забронировать комнату или путешествовать по всему миру. И это то, чем мы занимаемся. Но это не то, ради чего мы это делаем. И я расскажу историю, которая поможет вам представить, что же является нашей миссией. В начале 2012 года я встретился с одним собственником дома, его звали Себастьян. Ему где-то было 50 лет, и живет он в северном районе Лондона. Он глянул на меня и сказал, Брайан, есть слово, которое вы никогда не используете на сайте. И я спросил, что же это за слово? На что он ответил? Дружба. Я бы хотел рассказать историю о дружбе. И я согласился. Итак, шесть месяцев тому назад начались массовые беспорядки прямо перед моим домом. И я очень испугался. На следующий день мне позвонила мама, чтобы удостовериться, что со мной все хорошо. Я ей сказал, что я в порядке, и со мной все хорошо. Потом она спросила о доме, и я ответил, что с ним также все нормально. Далее он продолжил. Интересным является то, что с того момента, как начались беспорядки и до того, как позвонила моя мама, семеро из моих Airbnb гостей позвонило мне, чтобы удостовериться, что я в порядке. Только представьте, семеро из моих гостей перезвонили мне раньше мамы. Я знаю, что это больше описывает его маму, а не гостей. Но этим летом каждый день нашим сервисом пользовались 25 тысяч клиентов, которые жили друг у друга и приехали со 190 различных стран, кроме Северной Кореи, Ирана, Сирии и Кубы. Это намного больше, чем просто бронирование комнаты для путешествия. Мы хотим сделать мир ближе. Мы это делаем, предоставляя чувство комфорта, где бы ты ни был. Наша миссия везде чувствовать себя как дома. Я не знаю, будем ли мы через 5 или 20 лет продолжать делать то, что делаем сейчас, но я вам гарантирую, что мы всегда будем стараться объединять людей. И это является нашей самой главной миссией. Поэтому когда мы нанимаем людей, то в первую очередь мы пытаемся удостовериться, что реально ли эти люди поддерживают нашу идею и готовы ли они бороться за нее. Бороться за идею значит жить соответственно этой идеей. Вы верите в это? Существуют ли у вас истории, которые связаны с этим? Вы использовали этот продукт и верите ли вы в него? И я задавал эти сумасшедшие вопросы. И Сэм напомнил мне об одном из таких вопросов. Я провел собеседование с первыми тремястами работниками Airbnb. Люди думали, что я невротик и возможно они были правы. Я задавал им следующий вопрос. Если бы вам оставался жить один год, вы взялись бы за эту работу? Люди, которые отвечали да, скорее всего не любят свои семьи. Потом я изменил год на десять. Я считаю, что сколько вам бы не осталось жить, вы должны прожить это время полноценно. И любая вещь, которую вы захотели сделать за эти десять лет, вы должны ее сделать. Я на самом деле хочу, чтобы вы над этим задумались. Этого времени достаточно для того, чтобы сделать то, что вы на самом деле хотите. И ответ, не обязательно должен быть работа в нашей компании. Я не имею ничего против, если вы хотите путешествовать или начать свое дело. Идите и делайте это. И не приходите к нам. Займитесь этим. Существует старая притча о двух мужчинах. Кто-то подошел к первому мужчине и спрашивает, что ты делаешь? Я строю стену. Потом спрашивает другого человека. А он отвечает, я строю собор. Есть работа, а есть призвание. Мы хотим нанимать людей, которые ищут не только работу, но и призвание. Вот почему бороться за идею является нашей основной ценностью. Я не хочу забирать у вас много времени, поэтому расскажу еще только об одной другой ценности. Она касается креативности и скромности. Итак, расскажу вам одну историю. Итак, наша компания и кстати все истории о существовании вашей компании в конце концов могут превратиться в то, что их расскажут тысячи людей и что вот эти истории все время будут возвращаться к вам. И, возвращаясь к AirBnB, мне кажется, Марк Андерсен заметил на последней лекции, что это самая худшая идея, которая когда-либо сработала. И я помню людей, которые думали, что мы сумасшедшие. Помню, как рассказывал людям о своей идее. Итак, я рассказывал ее Полу Грэму и на собеседовании я рассказал о идее AirBnB. Он спросил меня, реально ли этим люди будут пользоваться. Я ответил, что да. На что он ответил мне, что с ним что-то не так. Итак, я знал, что собеседование идет не самым лучшим образом. И я догадывался, что Пол Грэм не примет нас. Поэтому мы рассказали историю о том, как мы основали компанию. Нас представили Майклу Сейбелу, который был партнером Y-комбинатора и который представил меня еще пятнадцатирым инвестором в долине, включая тех, кто уже был здесь. И в результате все нам отказали. Они могли купить 10% акций нашей компании за 150 тысяч долларов. Все сказали нет и считали это сумасшествием. Потому что никто никогда из них не останавливался пожить в чужом доме. И закончилось это тем, что мы финансировали компанию при помощи кредитных карточек. Знаете, вот дети коллекционируют бейсбольные карточки. И для этих карточек продаются специальные держатели. И нам необходимо было где-то сохранять эти карточки. Нам пришлось складывать их вот в эти штуки. Карточек у нас было много и мы были по уши в долгах. И знаете, осенью 2008 года мы предоставляли жилье для посетителей национальных сборов демократов и республиканцев. И к нам пришла сумасшедшая идея, поскольку у нас было тогда мало заказов. Знаете, спустя год с момента запуска нашу страницу ежедневно посещало по 100 человек. А заказов во среднем за день было около двух. Это было очень плохо. Это словно как выпустить песню, которую через год ежедневно будут слушать всего только три человека. Вероятно, это будет не очень популярная песня. Но я верил в наш проект. И Джо и Нейт также верили в это. И вот мы по уши в долгах не знаем, что делать. И тут появляется эта идея. Мы в The Airbed and Breakfast обеспечиваем жильем сборы демократов и республиканцев. И что произойдет, если мы будем кормить их простыми хлопьями на завтрак? Вот мы и придумали тематические хлопья Обамы. И назвали их Клятва Обамы. Завтрак перемен. А потом мы придумали хлопья для республиканцев с Джоном Маккейном. И мы узнали, что он был капитаном военно-морского флота. И поэтому хлопья назывались Капитан Маккейн. Независимость в каждой ложке. У нас не было денег и без копейки в кармане мы старались дозвониться в Дженерал Милс. И там нам сказали, чтобы мы перестали звонить им или же они обратятся в суд. Что же это не сработало. И при помощи выпускников Рот-Айлендской школы дизайна мы нашли местных производителей, которые заключили с нами договор и выпустили для нас тысячу упаковок хлопьев. И закончилось это тем, что мы отослали их в телевизионные издания и неожиданно на протяжении недели эти хлопья попали в новости на национальном телевидении. Мы заработали 40 тысяч долларов, продавая сухие завтраки. В 2008 году наш сайт принес нам 5 тысяч долларов. И тут мы вдруг заработали 40 тысяч долларов, продавая просто хлопья. Я помню, как моя мама спросила меня, «Так вы сейчас уже компания по продаже хлопьев?» Не было ничего плохого в том, что мы заработали деньги, продавая хлопья. Проблема заключалась в том, что ответ на вопрос моей маме был «Да». Технически на 80% это было так. И причина, почему я рассказал об этом, описывает вторую важную ценность – быть продавцом сухих завтраков. Извините меня уже за этот паскудный каламбур, но это просто значит, что ограничения дают волю креативности. И когда вы зарабатываете 8 миллионов долларов, то легко утратить бессистемность. Людям проще сказать, «Мне нужен контракт на 50 тысяч долларов. Мне нужно это, мне нужно то». И когда кто-то разочаровался и ведет себя нескромно, не старается решить проблему творчески, или говорит мне, что чего-то не может, то я просто беру коробку хлопьев и говорю, что даже Обама рекомендует быть последовательным и скромным. Снова повторюсь, что много чего в компании основано на ценностях и принципах. Все знают, что если вас не волнует то, что волнует компанию, то вы не должны в ней работать. И это не значит также, что если вы думаете об этом, что вы должны быть здесь. Вы просто должны быть изобретательным, быть предпринимателем и уметь бороться за свое дело. И это те ценности, которые мы уже изучили. Итак, ребята, сейчас вам необходимо подумать о том, что же вы хотите спросить. Но пока у меня есть еще несколько вопросов. Все это звучит отлично, истории прекрасны. Но люди, которые собрались здесь, очень скептически ко всему настроены. Это факультет компьютерных наук. И у этих людей активнее работает левое полушарие. И скажи, как сильная культура компании помогает принимать важные и сложные решения? Расскажу вам еще кое-что о культуре. Есть три вещи, о которых никто не рассказывает. Первое. Никто никогда не рассказывает о культуре. Никто о ней не говорит и никто не объясняет, почему она должна быть сильной. Существует множество статей о создании отличного продукта. Есть тонны информации о росте и восприятии вашего продукта аудиторией. И лишь несколько о культуре. Это мистическая и непонятная вещь. И это проблема номер один. Проблема номер два – это трудности измерения. То, что сложно измерить, часто упускают и также игнорируют. Это два ключевых момента. Кроме того, есть третья наибольшая проблема. Культура не оправдывает затраты в нее в кратковременной перспективе. Если вы хотите основать компанию и продать ее через год, то не думайте о культуре. Просто быстро нанимите людей. Культура заставляет медленно подбирать сотрудников. Тщательно взвешивать свои решения, что замедляет прогресс. Это как вкладывать в компанию на короткий срок. Итак, это вещи, о которых вам никто никогда не расскажет. И суть культуры заключается именно в развитии и построении компании в долгосрочной перспективе. Таким образом, именно сейчас вам самим необходимо понять, что такого особенного во вас и каких взглядов вы придерживаетесь. И как только вы это определили, то вы нанимаете людей с такими же взглядами. Мы провели собеседование с сотнями людей. Вы должны быть уверены, что нанимаете и увольняете людей, основываясь на своих ценностях. Мы постоянно повторяем это, что во время интервью необходимо убедиться, что человек является специалистом мирового класса и соответствует вашей культуре. И в конце интервью я спрашивал людей, если бы вы могли нанять любого человека в мире, то вы бы наняли того, кто сидит напротив вас. Если ваше видение – самое лучшее в мире, то почему же нам не нанимать самых лучших в мире? И каждый должен нанимать человека, который является лучшим, чем все предыдущие. Вы должны постоянно поднимать планку. Потом, когда дело доходит до обсуждения ценностей, то собеседование в кандидаты должны проводить люди, которые не имеют отношения к отрасли работы претендента. Например, если вы инженер, то тот, кто проводит интервью по основным ценностям, не должен быть инженером, чтобы избежать превзятости и оценки знаний. Цель – определить ценности, чтобы убедиться, что для человека важно то же самое, что и вам. Мы отказали многим прекрасным специалистам, потому что мы были уверены, что они не приживутся у нас со временем. Это была одна из причин. Вот еще несколько ситуаций, в которых нам приходилось принимать сложные решения. В середине 2011 года мы работали в основном на территории Соединенных Штатов, и у нас завелся интернет-клон, созданный братьями Samwer. Samwer Brothers. Кто-нибудь слышал о них? Они довольно популярны в интернете. Они в прямом смысле клонируют интернет-компании. Они брали американские веб-сайты и копировали их, а потом быстро пытались продать их собственникам. Это как приставить пистолет к виску. И эту схему они провернули с Группоном, который был в то время самой быстро развивающейся компанией в мире, когда ее прибыль достигла 1 миллиарда долларов. И тогда они перестали заниматься ними и переключились на нас. В то время у нас работало 40 сотрудников, и мы достигли планки в 7 миллионов долларов. Они скопировали нас, и за 30 дней наняли 400 людей, после чего хотели продать компанию. А если бы смогли, то они бы нас просто уничтожили. Проблема Airbnb была в том, что сайт не работал по всему миру. А поскольку не было возможности работать на территории Европы, то наша функциональность получалась неполной. Это как смартфон без электронной почты. Так что у нас были проблемы. И мы обсудили ситуацию и пришли к двум решениям. Прагматическому, когда мы просто соглашались купить, и решению, согласно которым мы придерживались наших моральных ценностей. То есть не покупаем клонов. Прагматическое решение было простым. Просто согласиться, чтобы не рисковать мировым статусом и создать интернациональную компанию. Но мы решили все-таки не покупать их. Причина, по которой мы все-таки не купили их компанию, заключалась в том, что мне не нравилась их культура. Я не хотел привлекать в нашу команду те четыре сотни человек. Они бы выглядели как наемники среди миссионеров. Я чувствовал, что они пошли работать не за идею. И считал, что они просто хотят быстро заработать много денег. Знаете, я верил в войну. Я верил, что миссионеры вытерплят и переживут наемников. Я также чувствовал, что самый лучший способ отомстить интернет-клону – это заставить их работать как можно дольше. Вы завели ребенка, и теперь вам нужно его воспитать. И мы остановились на этом решении. Хотя оно было довольно противоречивым. Много кто считал, что я должен купить компанию, но я этого не сделал, и это сработало. Какой процент доходов приходит с Европы? Больше 50%. Я считаю, что прекрасно сработало. Ну хорошо. У кого-то есть вопросы? Я могу продолжить. Знаете, в Запас мы считали, что культура и бренд – это две стороны одной медали. В Airbnb есть прекрасная культура и также известный бренд. Хотите ли вы поговорить о бренде? Это такая, так бы сказать, слабая сторона, которой мы не склонны уделять особое внимание. Я на самом деле только что говорил об этом Сэму. Я думаю, что Кремниевая долина исторически в этом плане является не слишком сильной. Мы мало говорим здесь о культуре и о бренде. Ведь это две стороны одной медали. Культура – это принципы и убеждения, которые постоянно царят во середине компании, чтобы в ней там не случилось. И в конце концов, если об этом станет известно, то вы не сможете этому воспрепятствовать. Бренд – это то, с чем вы ассоциируете вашу компанию. Я считаю, что иметь четкую миссию и быть уверенным в том, что ее придерживаются на всех уровнях компании – это самое лучшее, что можно сделать для культуры и ценностей. Другая вещь – это бренд. Это то, что думает о вашей компании и другие люди. И это довольно часто зависит от ваших последователей, то есть сотрудников. Мы часто думаем, что компании, которые нанимают работников с очень сильным желанием работать у них, пользуются популярностью у покупателей. Это компании с сильным брендом и слабой культурой. У запас очень сильный бренд. И много компаний, например, Google, вкладывает в культуру. И они часто задают вопросы себе, подходит ли этот человек для Google или нет, способен ли он усвоить в себе цифровую культуру. И в Google не просто сильная культура, она уникальная. И не существует такого понятия, как плохая и хорошая культура. Есть слабая и сильная культура. Культура, которая является хорошей для кого-то другого, может быть плохой для вас. Я думаю, что бренд является также важен. Бренд связывает вас с вашими клиентами. И если у вас очень сильная культура, то через нее пройдет и бренд. Последнее, что можно сказать о бренде, это то, что большинство людей, говоря о своем бренде, говорят о том, что они продают. Знаете, если вы Apple, то вот каков ваш вариант. Мы продаем компьютеры и новые смартфоны, которые есть большими и быстрыми. И они говорят о битах и байтах. Знаете, я помню одну очень важную речь Стива Джобса в 1997 году. Где он говорит, что путь к победе – это не болтовня о битах и байтах. Путь к победе – это говорить о том, что мы ценим, какими являются наши настоящие ценности и во что мы верим. То есть искренне увлеченные люди могут изменить мир. Вот так они представили рекламную компанию Think Different. Вот таким образом Apple стала компанией с высокими ценностями еще до их сумасшедшего подъема. Они провели компанию Think Different, по ходу которой рассказывали о том, во что верят. Если вы покупаете компьютер от Apple, то вы также скажете «Я также верю в это». И убеждения должны быть глубокими, потому что если этого не произойдет, то ваш продукт – это просто ничего не стоящее сырье. Вопрос в том, как вы передаете культуры и ценности компании во внешний мир. Ты хочешь узнать, как мы доносили людям миссию Airbnb на ранних этапах работы компании? Мы много чего узнали на старте, потому что позиционировали себя как выгоду. Мы говорили, что Airbnb – это дешевая и доступная альтернатива отелям. Нашим девизом была фраза «Забудьте про отель, экономьте с Airbnb». И через некоторое время мы почувствовали, что это является слишком сдержанным, и оно обесценивает нашу идею. И мы изменили этот слоган на «Путешествуй как человек», который мы также не сохранили, но в тот момент мы как будто говорили «Мы живем в мире, где путешествия являются продуктом массового потребления». Обычно в путешествии вы чувствуете себя отрезанным от мира, чувствуете себя чужим. А мы хотели вернуть те далекие времена, когда услуги исходили от людей, когда в путешествии вы чувствовали себя как дома, и к вам относились как к человеку. Неважно, насколько успешным вы являетесь в жизни, часто путешествие напоминает вам, что не такой вы уже и успешный человек. Прохождение контроля транспортной безопасности, остановки в обычных отелях – это все проблемы, с которыми вам иногда приходится сталкиваться. Мы очень хотели, чтобы люди чувствовали себя особенными. И вот что мы сделали с самого начала. Мы рассказывали истории. Я имею в виду, что мы рассказывали историю Airbnb в 10 тысяч раз. И это в некотором смысле слово было связано с нашей культурой. Как-то меня спросили, в чем заключается работа генерального директора. Гендиректор делает много чего, но в основном он формирует видение компании. И формулируя видение, вы выстраиваете стратегию и нанимаете людей, которые соответствуют вашей культуре. Если вы сделаете эти три вещи, то вы создали компанию, которая, вероятно, будет успешной. А компания будет успешной, если у вас есть правильное видение, хорошая стратегия и необходимые люди. В результате вы просто будете озвучивать свое видение снова и снова. При приеме на работу, общаясь с инвесторами, при поиске финансирования, то знайте, вы всегда укрепляете ценности. Вы делаете это даже в процессе написания электронного письма клиенту. И делая это несколько сотен раз, вы каждый раз видите, что же изменяется и улучшается. Скажите, как вы можете быть уверены, что хозяева домов укрепляет культуру Airbnb? Очень хороший вопрос. Как мы можем быть уверены, что хозяева домов укрепляет культуру Airbnb? Ответ такой. Мы работаем в этом направлении, но пока не все идеально. Когда мы только основали Airbnb, то я прошел школу мысли Крейга Ньюмарка. Крейг – основатель Крейг Листа. Он заявил, что каждый должен иметь возможность воспользоваться Airbnb. Если вы хотите сдавать дом, то вы должны иметь такую возможность. Оказалось, что много людей верят в наши ценности, потому что мы говорим о них и верили в них. Но были люди, которые пользовались Airbnb не потому, что верили в наши ценности, а потому, что понимали, что могут заработать много денег, сдавая в аренду свои дома. Не каждый прекрасно вписывается в рамки нашей культуры. На самом деле эти люди создавали много проблем, и это стало для меня уроком. Сперва для меня не являлось очевидным то, что хозяева домов также должны соответствовать культуре. Мы встречались с ними и привлекали людей, похожих на нас. Мы понимали, что хозяева домов – это наши партнеры, и они должны верить в то, во что верим мы. Теперь у нас появилась программа, которая называется Superhost, где хозяева должны продемонстрировать свои ценности, чтобы достичь уровня, который отвечает приоритетной клиентской поддержке. И у нас часто проходят очень важные собрания хозяев домов, где они встречаются вместе и общаются, тем самым укрепляя наши ценности. И как ответ на вопрос я скажу, мы немного опоздали с этой мыслью, но теперь мы усиливаем нашу культуру на каждом шаге. Брайан, Airbnb сделала большой вклад в open-source сообщество. У вас есть какое-нибудь мнение по поводу того, что же это привносит в вашу культуру и ценности компании? Верно, в общем, это касается Airbnb в двух моментах. Мы стремимся, чтобы наша культура была достаточно открытой, и мы верим в общий мир, в котором люди делятся информацией, сотрудничают и делают сообщества и отдельные отрасли бизнеса сильнее. Моя философия – это открыто обо всем говорить, за исключением вещей, которые касаются работника или личной информации клиентов. И если ваш вопрос не касается конфиденциальной информации, то мы рассказываем об этом. Кроме развития культуры открытого кода, мы хотели убедиться, что все люди, которые на нас работают, чувствуют себя одной командой. И мы бы не хотели делиться всем нашим исходным кодом с окружающими, поскольку каждая компания хочет как-то оградить себя от конкурентов, и такую возможность оградить себя могли придать нам уникальные технологии. Но мы не хотели надеяться только на них. Мы хотели, чтобы нас отличало от конкурентов еще и то, что мы и наше большое объединение обеспечиваем самый лучший в мире клиентский опыт. Мы считали, что этот момент является важнее, чем технологии, которыми мы воспользовались, потому что считали возможным поделиться частью наших технологических наработок с остальными. Этот момент также связан с нашими ценностями. И я никому не советовал так поступать. Мы просто наняли работников, которые разделяют наши ценности, и они решили, что делать вот так будет правильно. Как вы действовали, когда у вас не было денег, и вы только получали плату от пользователей сайта? Что вы сделали, чтобы увеличить количество пользователей? Как вы привлекали их на сайт? Вопрос. Как вы действовали, когда у вас не было денег, и вы только получали плату от пользователей сайта? Что вы сделали, чтобы увеличить количество пользователей? Как вы привлекали их на свой сайт? Ну, вопрос не связан с культурой, но я все равно на него отвечу. Самый лучший ответ, который я слышал, дал мне Пол Грэм. Я помню, как он сказал следующее. «Лучше иметь сотню человек, которые тебя любят, чем миллионы людей, которые похожи на тебя». Лучше иметь сотню человек, которые тебя любят, чем миллионы людей, которым ты просто нравишься. И действительно, лучше иметь сотню человек, которые вас любят. И причина вот в чем. Если у вас 1 миллион клиентов или пользователей, и им, по сути, безразличны вы, то они только пользуются вашим предложением и думают, что у вас все хорошо. И тогда заставить их взять участие в вашей судьбе – это довольно сложное задание. Я не знаю, как в один момент заставить миллион людей за что-то переживать. Но я знаю, что если у вас есть 100 человек, которые вас искренне любят, то каждый из них выйдет на улицу и расскажет еще сотни людей о вас. Все, что приводит к созданию компании или идеи, начинается с подобной сотней людей. Почему это так важно? Чтобы объяснить нам это, Пол дал нам еще один урок. Если все, что вам необходимо, это заставить людей полюбить вас, то необходимо выполнять те задания, которые невозможно масштабировать. Если у вас миллион пользователей, то очень сложно встретиться с каждым из них. Но можно встретиться и поговорить с определенной сотней людей. Именно вот так мы и поступили. Джо, Нейт и я ходили от дверей до дверей в Нью-Йорке или Денвере, где проходил всенародный съезд демократической партии и мы буквально жили с нашими пользователями. И существует шутка, что если вы купили айфон, то Стив Джобс не обратит на вас внимание. То есть буквально, если вы купите айфон, то Стив Джобс не придет к вам ночевать. Но я приду. Знаете, пожить с нашими пользователями оказывалось очень полезно. Все, что необходимо было сделать, это подружиться с ними и разделить страсть относительно выдуманной нами идеи. Если вы отталкиваетесь от мнения сотни людей или даже одного человека, даже без технологий, то представьте этот сумасшедший опыт для этого одного человека. Погрузите его в путешествие через ваши услуги. Сделайте все в совершенстве для одного человека. Это совсем не тяжело сделать что-то совершенное для одного человека. Самое тяжелое – это масштабировать все это для всех остальных людей. Как только вы попадаете в беду, то они все будут ее решать одновременно. Сперва мы делаем идеальный опыт для одного человека. Мы делаем это от дверей до дверей. Мы использовали отдельные части мозга, чтобы представить, как мы достигнем масштабности. И перед тем, как закончить эту беседу, я приведу еще один пример. Сейчас внутри AirBnB вы можете нажать кнопку и ввести свой дом в базу данных, а потом профессиональный фотограф придет к вам домой и бесплатно сфотографирует его. У нас есть 5000 фотографов по всему миру, и они сделали фото сотен тысяч домов. Так что, возможно, это одна из самых больших групп для создания фотографий по требованию. Все это началось, когда Джо и я остановились у одной хозяйки дома в Нью-Йорке. Ее дом был просто прекрасным, но фотографии его были просто ужасными. И мы поинтересовались, почему она не загрузит самые лучшие фото. Это было в 2008 году, еще до появления прекрасных фотокамер, и она не могла понять, как ей загрузить фото в компьютер со своего телефона. Она была не очень технически подкованной женщиной, и я предложил сделать для нее фото. На самом деле я спросил, что вы скажете, если после того, как вы нажмете на кнопку, кто-то позвонит вам в двери и сделает профессиональные фотографии. Она ответила, что это было бы просто прекрасно. На следующий день я постучал в ее дверь и сказал, я здесь. Потом я сделал снимки ее дома. После этого я отправил несколько электронных писем клиентам, в которых шла речь о том, что у нас появилась прекрасная услуга фотографирования домов, когда после нажатия кнопки к вам приезжает профессиональный фотограф. И когда люди нажимали эту кнопку, то ко мне приходило сообщение. Мы арендовали фотокамеру в Бруклине, и в январе, пробираясь сквозь снег, мы ходили и фотографировали дома людей. Делали мы это все вручную, без применения всяких технологий. Мы управлялись этим всем при помощи электронных таблиц. Тогда я еще не стал просить Нейта разработать что-нибудь для фотографий. Просто потом мы стали нанимать фотографов на работу. И так получилось, что мы наняли стажера, который руководил всей кучей фотографов. Далее мы открыли предложение на полный рабочий день для менеджера, который бы управлял стажерами, который работает с фотографами. И в какой-то момент, до того как мы разработали программные решения на эту тему, у нас появилось слишком много людей, и стало сложно ими руководить. У нас были сотни фотографов. Потом мы создали инструменты для работы с ними, но сделали мы это после того, когда стало понятно, как должен выглядеть идеальный сервис подобного рода. Относительно Airbnb, много людей считают, что это не только технологическая компания, сколько маркетинговая. Вопрос заключается в том, что много людей в ситуации с Airbnb думают, что это скорее не технологическая компания, а маркетинговая. Хороший вопрос. Я отвечу на него одной историей. Позвольте мне перефразировать вопрос в серию вопросов. У вас есть собственные разработки? Да. У вас есть технологическая защита от конкурентов? Да. Существуют ли сетевые эффекты в вашем бизнесе? Да. Вы можете диктовать свои цены рынку? Да. У вас хороший бренд? Думаю, что да. Вы монополисты? Я не буду отвечать на этот вопрос. И, возвращаясь к вопросу, замечу, просто забудьте обо всем, что я только что говорил. Люди считают, что компании с сетевыми эффектами, которые смогли выйти на рынок, просто счастливчики. Позвольте мне ответить на этот вопрос. Это действительно справедливый вопрос. И если люди говорят таким образом, то я отвечу на него. Итак, парня, который владеется Квой Кэпитал, зовут Дуглас Леоне. И где-то полтора года тому назад он заявил мне, у тебя паршивая работа. Я поинтересовался, какого черта, что он имел в виду? Он ответил, что у меня самая худшая работа для генерального директора, которая присутствует у него в портфолио. Потом я попросил его все объяснить. Вот, что он мне ответил, в первую очередь, вы технологическая компания. На что я ответил, что да, так и есть. Вы проходите через те же испытания, что и другие компании, но при этом вы работаете в 190 различных странах. И тебе необходимо понимать, как стать интернациональной компанией. Ты должен нанимать на работу людей в каждой стране мира. А знаете, мы присутствуем буквально в каждой стране, за исключением Северной Кореи, Ирана, Сирии и Кубы. «Мы – финансовая компания, мы оперируем миллиардами долларов денежных переводов в год, и у нас есть лицензия на ведение бизнеса в Калифорнии. И как у финансовой компании, у нас присутствуют постоянные риски мошенничества, поэтому сайт должен быть защищен как Форт Нокс». И он ответил, как правило, проблемы компании на этом заканчиваются, но вам приходится заботиться также и о других вещах, таких как доверие и безопасность. У нас 425 тысяч клиентов, которые спят в личных кроватях других людей на их собственных простынях. «Задумайтесь о женщине из Техаса, которая остановилась на Среднем Востоке и наоборот. Задумайтесь о культурных конфликтах и недоразумениях, которые могут возникнуть. Вашим сервисом ежедневно пользуется 425 тысяч человек. Это все то же самое, что быть мэром Окленда. Представьте, что вы мэр Окленда и вспомните, что каждый день происходит в Окленде. Вы должны обеспечить и доверие, и безопасность. Теперь у нас появились проблемы с управлением. Мы работаем в около 30 тысячах различных городах, и в каждом из них есть свои правила, свои законы, и многие из которых написаны столетия тому назад. Они были написаны до того, как появились какие-нибудь технологии. Их необходимо искать и узнавать о них. Поисковая система Google достаточно хороша в своем деле. Но она может выдать мне такие результаты, из которых будет ясно, что только один или два результата будут правильными. не всегда на твой вопрос ты получаешь лучший ответ. И у нас 40 тысяч домов есть в Париже. Вы не найдете для себя ничего лучшего того, что есть у нас. Поэтому мы должны быть лучшими в объединении людей и технологий. Еще один пример – Facebook. Это цифровой продукт. Их продукт – это веб-сайт. Наш продукт – это впечатление, которое вы получаете в реальном мире. Мы не просто онлайн продукт, но и не только офлайн бизнес. Короче говоря, наша суть заключается в том, что мы должны владеть технологиями мирового класса, дизайном мирового класса, и наш бренд также должен быть мирового класса. Мы обязаны убедить власть, что мы достойные соседи. Мы должны убедить людей, что мы не сумасшедшие. А нам приходится это часто делать, и мы должны убедиться – что доверие и безопасность нашего бизнеса находятся на самом высоком уровне. Мы управляем всеми платежами и работаем с рисками. И я даже не упоминал здесь о культуре. Я считаю, что великая компания – это компания, которая сильна во всем. Мы стремимся нанимать на работу действительно самых лучших программистов. компания. Поэтому это не маркетинговая компания. Спасибо. Спасибо. Спасибо и вам. Перевод и озвучка Uncle Tommy Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok